Ответ на вечный женский вопрос. Что надеть? Маленькое черное платье. Вне моды, вне времени, вне возраста. Сшить его можно за полчаса. В чем секрет маленького черного платья? Это, конечно же, элегантный и простой фасон. Полуприлегающий силуэт подчеркивает фигуру. Актуальные длины рукав 7 восьмых и круглая горловина. Это платье классика моды. Ткань для платья выбираем по всем правилам. Великая Коко Шанель для таких платьев использовала трикотажные джерси. Поэтому мы тоже не будем отходить от традиций и возьмем трикотаж. Такая ткань должна хорошо держать форму, быть шелковистой и гладкой на ощупь. Тогда к ней не будут прилипать пылинки. Начнем с выкройки. Складываем метр ткани пополам и прикладываем майку. Маленький нюанс. У майки должны быть достаточно широкие плечи и высокая горловина. Эта майка не должна вас сильно обтягивать, ведь это будет основа платья. Обводим майку. Примерно от уровня талии откладываем 60 сантиметров. Это классическая длина платья. Проводим линию низа и вырезаем. Теперь прошиваем боковые и плечевые швы. Сначала на машинке. Затем на оверлоке. Чтобы платье можно было надеть через такую горловину, необходимо сделать застежку. Для этого мы разрезаем ткань на спинке на глубину 10 сантиметров. Рисуем на ткани вот такую деталь с учетом застежки. Это обтачка. Вырезаем ее. Прикладываем к горловине и пришиваем. Осталось сделать рукава. Это два прямоугольника длиной 60 и шириной 20 сантиметров. Складываем их. Измеряем длину проймы. Переносим ее в вершину рукавов. Отрезаем лишнее. И сшиваем. Пришиваем рукава. Обрабатываем рукава и подол платья на оверлоке. Чтобы аккуратно подшить края, мы их подворачиваем и подшиваем по тайной строчке. Вручную. Ведь это платье от кутюр. И вот оно, маленькое черное платье. С воротником вариант для работы. С накидкой пончо на каждый день. Одно крупное украшение, и это вечерний наряд. Оно меняется мгновенно. Стоит только придумать повод. Ольга Никишичева, Владимир Бокарев, Первый канал.